Адресная инвестиционная программа Тверской области была рассмотрена на заседании регионального правительства, которое прошло во вторник, 10 декабря. В следующем году ее объемы будут существенно увеличены, а значит, первейшая задача освоить эти средства качественно и в срок, подчеркнул губернатор Игорь Руденя. Трехлетняя адресная инвестиционная программа Тверской области – ключевой инструмент бюджетного инвестирования. В нее включено строительство и реконструкция важнейших объектов социальной сферы и инфраструктуры за счет средств региональной казны. В следующем году на ее реализацию предусмотрено более 7 миллиардов 400 миллионов рублей. Это в полтора раза больше, чем в 2019-м и почти в 9 раз больше, чем в 2016-м. На 2021-2022 годы заложено свыше 13 миллиардов 400 миллионов. Среди важнейших направлений – газификация Верхней Волжья. Это контракт по газопроводу Ржев-Нелидова, большого давления. И исходим мы с того, что начиная со следующего года мы уже будем развивать программу газификации юго-западных районов и северо-восточных районов нашего региона. Наибольший объем бюджетных ассигнований в 2020-2022 годах будет направлен на развитие ключевых отраслей, например, здравоохранения. Речь о сумме в 6 миллиардов рублей. Это в том числе строительство детской областной клинической больницы, рассчитанной на 420 коек, которая начнется уже в следующем году. Кроме нее другие большие работы развернутся как в Твери, так и в районах. Строительство онкологического центра на территории города Твери, который бы работал в интересах всей области. И строительство и реновации базовых больниц на территории нашего региона, в том числе Бежицкая ЦРБ. Ремонт в Вышнем Волочке корпуса инфекционных больных. Соответственно, это создание филиалов областной клинической больницы нашего региона. Также в рамках адресно-инвестиционной программы свыше 4 миллиардов 800 миллионов будет выделено в сфере ЖКХ. Около 4 миллиардов дорожному хозяйству, более трех образованию, полтора миллиарда на физкультуру и спорт. Около миллиарда 400 миллионов пойдет на развитие туризма. Среди объектов образования, включенных в АИП, две школы и семь детских садов. В Твери, Вашневоловском городском округе, Таршке, Калининском районе и Лихославле. 7,2% от общего объема средств направят на создание спортивных объектов в трех муниципалитетах. Большое внимание уделяется развитию качественной связи. Это оптиковое окно, это сотовая связь, которая должна быть на всей территории нашего региона. И считаем, что это даст возможность соревновать дополнительную привлекательность и проживания, и инвестиционную привлекательность нашего региона. Реализация адресной инвестиционной программы – это возможность целевого развития нашего региона в соответствии с нас проектами, запланированными к реализации президентом Владимиром Путином. Для нас это очень серьезный документ. Для муниципальных образований войти в АИП – это уже совершенно другой статус. Это профессиональное развитие территорий, отметил губернатор Игорь Руденя. Редактор субтитров А.Семкин